Планируют расширяться. В этом году у предприятий по производству гофрокартона, что на верхней террасе, большие планы. Это увеличение объемов производства и реализация готовой продукции на 30%. Это более 100 миллионов квадратных метров гофрокартона. Планами руководство завода поделилось с губернатором Алексеем Русских. Здесь я вижу абсолютно правильную политику руководства, акционеров. Все, что здесь сделано, все выверено, просчитано. И предприятие показывает хороший, устойчивый результат. Мы, как регион, естественно, оказываем поддержку. У нас льготный режим налогообложения. Мы помогли получить льготный взаим из Фонда развития промышленности. Компания стала первым проектом в Ульяновской области, реализованным в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Эта мера поддержки сильно помогла инвесторам. Несколько лет налоги, сроки уплаты и порядок возмещения НДС остались неизменными. Плюс ко всему, инвесторы могут возместить затраты на создание инфраструктуры за счет будущих налоговых платежей. В настоящий момент уже более 5 миллиардов рублей вложено. Увеличена площадь здесь производственных складских помещений. Сейчас порядка 37 тысяч. То есть можно фактически сказать, что здесь на месте бывшего электромаша выстроен новый завод. За 2023 годовой объем производственной продукции превысил 80 миллионов квадратных метров. На предприятии три основных помещения. Производственные, а также склады сырья и готовые продукции. Мы запустили 5 производственных линий. На данный момент полностью их автоматизировали. Поставили транспортную линию, которая позволила нам максимально автоматизировать все процессы производства. В настоящее время на предприятии работают более двух сотен человек. Гофроупаковки делают в самых разных форматах. Поэтому каждый раз сотрудники выполняют новые производственные задачи. Работаю с самого начала открытия. Интересно новое оборудование, новые задачи. Разное сырье, разные форматы. Абсолютно от заказа в заказ мы сталкиваемся вообще с новыми вводными каждый раз. Глава региона отметил на встрече, что правительство продолжит поддерживать этот крупный для экономики региона проект. Юлия Руднева, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.